Всем привет! Да, мы, значит, сегодня берем интервью у Дмитрия Воронина, который Машу поставил на лыжероллеры всего лишь за 5 занятий. Причем Маша так сочковала и между занятиями ничего по-хорошему не делала, поэтому мы прям говорим, что это реально 5 занятий. Ну да. Ну, кроме того, Дима у нас отличный спортсмен-лыжероллер. Кстати, вот сразу, Дим, расскажи нашим многочисленным поклонникам, что случилось в финальном забеге сейчас на Чемпионате Мира. Потому что, ну, в квалификации ты выносил просто всех. Причем не просто всех, а с очень большим запасом выносил. Расскажи. Я старался, как мог. Да нет, все, в принципе, было по плану, но, в общем, там несколько спутал карты дождь. Вот. Самое интересное, что дождь шел полтора часа только во время финальных забегов в течение суток. То есть, сошлось все, чтобы мне продолжать бегать еще несколько лет, как минимум, до следующего чемпионата. Вот. И, в общем, соответственно, у нас колес на дождь у меня не оказалось. И переобуться просто, в общем-то, не было возможности на другие колеса. А лидеры, которые в итоге выиграли, ребята, у них эта история была. У норвежцев. Вот. Ну, и парочка у наших людей из команды. Вот. Поэтому просто не держали колеса в финальных забегах на мокром асфальте. Насколько я знаю, ты хотел, так сказать, триумфально завершить карьеру, да? Ну, были мысли, но теперь мотивация осталась продолжать до пенсии. Ну, давай вспомним, Дим, наш блог про челлендж. Угу. Когда тебе предложили мы вот такую идею, ты долго думал? Да нет, это же классная история. Вообще здорово, когда люди хотят спортом заниматься хоть каким. Вот. А если, как бы, популяризация лыжных гонок и лыжи роллеров, я только за тремя руками и четырьмя. Вот. Поэтому даже думать не пришлось. А насколько бы ты оценил форму Мари на первой тренировке? Ну, первая тренировка. Ну, бигинерс, как бы, да, у нас, так говорят, да, начальный уровень. Человек, который, в принципе, спортом не занимается, но при этом противопоказаний медицинских там у нее, как бы, не было, да. В принципе, форма была такая на троечку, да, по пятибалльной системе. ОФП, да? ОФП, я бы сказал, даже ниже. Но мы над этим еще поработаем. То есть, в принципе, можно было ее назвать так, чайником? Да. Что было самым сложным? Самым сложным? Ну, самое сложное, в принципе, это, как обычно, страх и неуверенность в собственных силах. Но это все просто объемы тренировок, навык этот все вырабатывается, потом становится легче, да. То есть, многие там есть такое, что боятся, например, там говорят, что там пять тренировок, шесть недостаточно, семь недостаточно для того, чтобы, как бы, поехать. Поехать достаточно и трех тренировок. Но вот чтобы не бояться, да, действительно, там нужно достаточно много катать объемов. Ну, и там хотя бы сезон постоянно, вот же ролик раза три в неделю, тогда этот страх пройдет. То есть, а базово, чтобы поехать, достаточно там трех-четырех тренировок. Вот, естественно, самая большая проблема у всех – это страх. У нас все в голове отсидит. А скажи, есть разница между подготовкой мальчиков и девочек? Девочки, наверное, более боязливые? Ну, бывают девочки даже совсем не боязливые. Оторвай. Вообще, да. Это никак не зависит. Там только в тренировочном процессе есть свои особенности. Там опять же, да, там гормональные, которые надо подстраивать по тренировочным процессам. А в целом все плюс-минус одинаково. Есть мальчики, которые боятся еще больше, чем любая девочка. Так что здесь непринципиально. Ты, если честно, после заключительного занятия, ты бы отпустил Машу на роллерную трассу с хорошими спусками и подъемами одну? Нет, ну, конечно, как бы у нас изначально, да, даже в принципе в клубе есть как бы базовый навык катания. Это тренировки любителей для равнинных участков. Вот, естественно, никто там любителя со спуска не пустит, с контруклонами там какими. Пологи и спуски без поворотов, конечно, зайдут. Вот, там подъемы без проблем. А выход на профессиональную трассу, я считаю, это необязательное условие для любителей. Вот, дальше, конечно, там через год-полтора она свободно выйдет и проедет. Это будет не проблема. А готов ли ты к такому челленджу на лыжах? Да без проблем. На лыжах даже проще. Вот, технической точки зрения, как бы, мы вставали с машины на роллеры, как бы, скоростные, да, в конечном итоге, где 100 миллиметров радиус колеса. Вот, а на лыжах с точки зрения безопасности даже той же и психологических настроек нам будет намного проще. Теперь поговорим про твою работу. Сколько вообще нужно времени, чтобы поставить на лыжи-роллеры человека, который никогда не стоял ни на беговых, ни на горных, ни на роликовых. Вот именно просто поставить. Ну, вот, просто, ну, были у нас случаи, когда приходили наши клиенты, вот, и, в принципе, на второй тренировке уже вставали на равнинке, естественно, на медленных колесах. Вот, так что, в принципе, у нас народ вставал и на второй тренировке, и по равнинке уже начинал передвигаться. Вот, естественно, уверенного катания на равнине нужно хотя бы, как мы уже даже на Маше попробовали, это все равно 5-6 тренировок. Вот, тогда, в принципе, человек по равнине себя будет комфортно чувствовать. Вот, спуски, подъемы, да, чуть больше, но в целом примерно так. А на что ты больше обращаешь внимание прежде всего? Координацию, общую подготовку проверяешь? Не, ну, первый раз, когда человек приходит первый раз, естественно, мы смотрим на медицинские противопоказания в любом случае. Вот, есть какие-то проблемы с биомеханикой, нету, ну, и тестируем физические качества. То есть, это базовая история. Человек готов справиться с нагрузкой, не готов, есть у него проблемы, действительно, с балансом, нет, с завязки. Если есть, то, естественно, начинается укрепление связок, только потом переходит на более сложные, там, сложные традиционные виды, да, там, лжероллеры. Вот, ключи, да, и смотреть. Вот, какие-то, естественно, физические кондиции должны присутствовать. Если человек активный, естественно, с ним будет проще работать. У тебя на сайте есть такая забануха, как блок из 8 тренировок. Научим с нуля до уверенного катания за 8 тренировок, выведем технику катания на качественный новый уровень, подготовим к твоим целевым лыжным стартам сезона. Что ты имел в виду с нуля до уверенного катания? Уверенного по прямой или уверенного с горы в гору? Ну, в принципе, значит, здесь, если идешь, идет, естественно, про лыжи, да, беговые, вот. У нас реально есть система, которую мы, в принципе, давно уже разработали, базового технического катания, да, которое человек, если до этого никогда не стоявший на лыже, классик сложнее, то есть мы, есть принципиальная особенность. Кончайство. Вот, у нас есть люди, которые думают, что, в принципе, классикой учиться легче, но для первых шагов, на самом деле, для людей взрослых, которые уже, в общем-то, выросли и раньше никогда на лыжах не стояли, очень тяжело классический ход освоить, и конек намного проще заходит. Серьезно? Да, потому что там нету мази держания, естественно, вот, и отталкивание, почувствовать колодку и снег, естественно, это надо, там, месяцы катания, вот. А конек, в принципе, люди у нас осваивают, там, базовое, реально, они могут ехать и равнину, и спуски, и подъема без проблем, некоторые даже раньше, чем за 8 тренировок, да. 8 тренировок, это базовый курс, там, он примерно на месяц рассчитан, за месяц человек начинает сам тренироваться, многие. Слушай, ну, в лыжных секциях, в лыжных школах, где детей учат, назвали бы это шарлатанством. Ну, тут мы же говорим, да, о базовых катаниях для прогулок, то есть, если человек до этого на лыжах не стоял и все время падал сам, то есть, да, он поедет и будет кататься в удовольствие, без сильных энергозатрат, то есть, он не будет, там, через силу, там, в подъемы эти лезть и слюнями, да, обтекать, вот. Вот, в спортивных школах другая направленность, там нужен результат быстрый и достаточно, да, там, сильный для детей, что, кстати, я тоже не очень понимаю. Вот, все-таки человек должен на удовольствие получать от тренировок. За 8 тренировок человек начнет получать удовольствие. То есть, здесь разница между спортсменом и физкультурником? Да. Ну, и плюс взрослые все-таки как-то больше координированы с опытом? Ну, тут вопрос. Есть дети, которые быстрее усваивают. Взрослым тяжелее технику поменять по ходу действия, как-то сломаться. И вообще, как бы, контролировать тело. Ребенок, он пластилин-то ему дал, и, в общем-то, если все правильно, сразу, постепенно ему вложил в голову, то он будет достаточно успешен и быстро форму эту технику возьмет. А вот ты основное внимание в тренерской работе уделяешь лжеролерам? Да, все же по периодам. То есть, если, как бы, лето, естественно, мы лжеролеры больше используем. Опять же, если берем взрослых, там, да и не только взрослых, и детей, в любом случае лжеролеры – основа техники базового катания на лыжах. То есть, конек не натренирует та же самая имитация. Хотя имитацию мы тоже используем, но уже ближе, там, во второй половине лета, да. Вот. В техническом плане летом – это, да, больший акцент лыжеролера, зимой все-таки это лыжи. Принципиальная ли разница в коньковом ходе летом и зимой? Именно по технике? Да, в принципе, никакой разницы нет. Если базовый человек зимой имеет какую-то технику конькового катания, он ее с легкостью перенесет и на летнее катание. Конечно, если мы рассматриваем скоростные лыжеролеры, то там есть некая специфичность, но она нисколько не мешает зимой. То есть, если летом научиться бегать там с некоторыми какими-то такими, да, аспектами на скоростные лыжеролеры, там немножко по-другому нога, постановка. Но в любом случае это даст большую прибавку зимой на жестком снегу. То есть, это на больших скоростях, опять-таки. То есть, в принципе, принципиального отличия нет никакого. А ты работаешь на основе собственных методических разработок или это какой-то симбиоз разных методик твоего опыта? Ну, у нас же как, в принципе, все, что новое, это забытые, старые, да. У нас там телевизор сделали не сразу, да, сначала делал там какой-то, в любом случае есть вещи, которые, в принципе, в физиологии прописаны, но не все используют, да, или забытые истории, да. Есть тренировочные процессы там легкоатлетических и в плавании методики, которые, в принципе, человек объединяет, что-то берет основное для себя и пробует через себя пропуская. Какая-то своя методика и получается. То есть, никто сам из пальца там не взял, дай-ка я попробую там бегать в гору по 30 минут и посмотрим, что из этого получится, да. Не, ну кто-то же первый велосипед-то изобрел. Ну, кто-то изобрел, да, есть практически, как бы, рекомендации, а дальше ты просто складываешь все это в общую копилку, через себя пропускаешь фильтрацию и получаешь ту самую методику. Ну, мы ее, в принципе, у нас есть, да, патентованная история, в принципе, которую мы из того, что я через себя пропустил за, получается, уже 20 лет, вот, да, 20 лет. Вот, за 20 лет мы вывели такую определенную формулу, которая подходит всем, независимо от уровня подготовки и, в принципе, там, целей высоких или там, или не очень высоких амбиций человека. То есть, в принципе, есть методика, которой мы придерживаемся. Ты уже 20 лет тренируешь? Ну, я начал тренироваться сам 20 лет назад, уже без тренера, вот, соответственно, тренировать уже сам непосредственно начал в 17 лет. Сейчас уже полностью тренировать сам начал, Грибцов начинал первое время, в 17 лет, да. Ну, ты там какие-то уже тренерские эти, получил там, звания, ординаты? Ну, ведь официально я не был нигде в спортшколах оформлен, у нас же нет такого понятия. Ну, да. То есть, в принципе, у меня есть ребята, которые выигрывали, там, призеры чемпионата мира, которые у меня тренировали с детства, да. Были ребята, которые та покупка мира многократно выигрывали. Вот, ну, у нас это называется, по-моему, третий тренер высшей категории, если оформиться официально. На каких лучше роллерах учить? Скоростных или медленных? Ой, ну, тут такая спорная история. Если человек, видите, что достаточно, у него все хорошо с балансом, то, в принципе, базовые первые, там, тренировки хорошо провести на скоростных. Вот, это даст планку такую психологическую, отодвинет, да, человека, и человек на любых других роллерах легко потом поедет через пару тренировок. Ну, конечно, технику лучше всего поставить на медленных роллерах. А вот первые тренировки на скоростных попробовать обязательно нужно, чтобы потом у него не было проблем с переходом в обратную сторону. Скажи, пожалуйста, в чем именно твоя методика отключается от других? Какой-то новый подход? Ноу-хау? Секрет? В принципе, никакого секрета нет. То есть, мой главный принцип – не убей. Вот, соответственно, основное отличие от, я считаю, от большинства тренеров, да, то, что у меня изначально базовая история не заходит не через объемы, а через короткие тренировки и скорость. То есть, у нас специфика, да, такая. Я где-то в свое время прочитал, значит, статью одного тренера по плаванию американского, который, в общем-то, достаточно много олимпийских чемпионов воспитал. Так вот, он очень умную мысль сказал, которая, в принципе, подтвердила мои догадки, да. Люди делятся на две категории – быстрые спринтеры и медленные спринтеры. Вот, соответственно, тренировочный процесс поставлен на то, чтобы не убить эти качества, потому что соревнования у нас люди бегать должны быстро, а не просто долго и медленно. Вот, соответственно, принцип не перегружать. Вот, это, в принципе, основная история. Дальше можно ее по-всякому раздвигать. Твоя работа направлена больше на любителей или ты готов взять спортсмена достаточно хорошего уровня и довести его до высокого, ну, по российским меркам? Ну, у нас же, в принципе, в команде, да, Воронин спорт есть, да, клуб у нас. А вот команда, это все родилось из команды Воронин тим. Туда входили ребята, которые, в общем-то, у меня и тренировались. Это ребята, которые входят в состав сборной команды по лыжероллерам. Вот. И, соответственно, из этого вырос и тренерский состав первой клуба. Вот. Поэтому, в принципе, базово мы готовили профессиональных спортсменов и любителей вместе. Потом, естественно, любителей стало больше, потому что, ну, такая тенденция, да, в Москве, как минимум. Вот. Вообще фитнес-услуги растут, людей, занимающихся спортом, становится больше. И, как бы, естественно, нам нужно зарабатывать. На фитнес-услугах мы зарабатываем для любителей. А, естественно, основной акцент – это дети, которые хотят заниматься спортом, профессионально в том числе, и которые вырастут и будут либо профессиональными спортсменами, либо здоровыми людьми. И, соответственно, профессиональные спортсмены остаются точно так же. У нас сейчас, получается, около 8-9 человек в команде, которые тренируются, в общем-то, базово по нашим планам тренировочным. В продолжение этого вопроса. Возможно ли без Олимпийской школы попасть в сборную России? Ну, я вот, как бы, да, свой пример. Я изначально в Олимпийскую школу не попадал. То есть я был в детской спортивной школе классической. Вот. Ну, вплоть до, получается, до 17 лет. Потом мы ее заканчиваем и ушли в свободное плавание. После чего я понял, у меня был первый тренер, достаточно грамотный, который сказал, что, в принципе, торопиться никуда нельзя и не нужно. Вот. Сему свое время. Если человек с желанием, и он хочет достигать каких-то результатов, то в любом случае при правильных тренировках результат придет. Да, не в спортивных школах, не в школах Олимпийского резерва. Возможно, позже. Но он раскроется. И к 20 годам, к 23-м. У кого-то чуть раньше, у кого-то чуть позже. Все сейчас стараются в юниорах уже выстрелить. Но это тоже, там, в корне неправильно, да? Можно выстрелить и в 25. Вот. На своем примере я бегал, ну, достаточно, чуть выше среднего в спортивной школе где-то до 18 лет. Потом ушел. И просто тренировался для себя без амбиций каких-то беговых и соревновательных. Выступал для того, чтобы просто работать. Это было в рамках моего рабочего контракта с всякими внутренними органами, как у нас все спортсмены числятся. Вот. После чего я закончил выступать совсем. И просто только тренировал в течение 4-х лет. И только в 25 лет я решил вернуться. Просто побегать. Потому что я понимал, что амбиции не реализованы. А физически я себя за это время не угробил. Вот. Соответственно, через 2 года тренировок, сам тренировавшись, я вышел на уровень... Первый раз я попал в призы на чемпионате России по лыжеролям. Вот. Почему не поехал на беговые старты лыжные? Ну, в связи с спецификой отбора. У нас, чтобы попасть на чемпионаты России или на любые физические старты, нужно определенное количество русскую пунктов, русскодов, физскодов, которых у меня на тот момент не было, потому что пропущено было очень много времени. Вот. Ну и, соответственно, у меня не было столько спонсоров на тот момент и инвентаря, который бы позволил конкурировать на уровне со сборными командами. Поэтому я пошел в лыжероллеры. И вот уже через 3 года я первый раз выиграл свой чемпионат России в лыжероллер. Вот. Достаточно успешно выступал потом 3 года подряд, выигрывая этот чемпионат. 3 раза подряд. Ну, а потом уже попал и на чемпионаты мира, на этапы Кубка мира. И, в принципе, удалось там повыигрывать некоторые варианты соревнований. Ну и вот сейчас в этом году получился 4-й раз выиграть чемпионат России. Так что я теперь 4-х раз на чемпион России. Опять же вопрос к тому, что любой человек может, если он хочет, и главное себя чувствовать и не перегружать. Дальше на усмотрение тренера. Если тренер готов ребенка замучить раньше времени или нет? Дима, ну, сейчас такой не очень приятный вопрос, но очень актуальный. Совсем недавно сразу двое твоих коллег по лыжероллерам были дисквалифицированы за нарушение антидопингов правил. В лыжероллерах это распространенная проблема или это средняя температура по больнице? Да нет, лыжероллеры здесь в принципе ни при чем. Да, у нас, если даже посмотреть эти две, если рассмотрим только эти две проблемы, которые случились, это в общем-то ребята, которые выступали не только летом, но и зимой. То есть это лыжная история. И насколько я знаю, как бы я не очень глубоко в этой теме, ребята погорели на какой-то ерунде. То есть это один человек, это Милдранат, который в общем-то недоказанная его история вообще. И второй человек вообще, по-моему, погорел, насколько я понимаю, на разрешенном препарате. Ну, естественно, там была проблема в том, что, я так понимаю, там внутренние венные истории были, капельницы запрещенные. Короче, подулость. Ну, в общем, это какая-то дурость, да, просто незнание правил. И это никак не связано человек там лыжероллерами, лыжами занимается, еще чем-то. В любом виде спорта он бы так же погорел в каких-то БАДах, которые, в общем-то, вроде в кавычках разрешены, а вроде бы как бы при употреблении их в чрезмерном количестве запрещены. Ну и в большей степени, как минимум, они не помогают. Не помогают, но я считаю это глупость. Гораздо проще не перегружать себя на тренировки, чем восстанавливаться какими-то там запрещенными методиками, субстанциями. То есть, в принципе, ты хочешь сказать, что в лыжероллерах такой проблемы с большой буквой не существует? Какой-то отдельной? Но в лыжероллерах, по крайней мере, то, что последние годы, как бы я слышал, если кто-то и попадал на чем-то, то это какая-то была глупость и дурость. А вот ты сам используешь там БАДы, спортивные добавки, в частности, пептидные комплексы, креатин? Да, БАДы, ну я классические БАДы использую, ничего там сверхъестественного нет. У нас есть наш партнер клуба и команда, и мой, собственно, уже порядка 7 лет, компания STL. Они делают спортивное питание на рынке и БАДы, соответственно. Именно спортивное питание лицензионное, которое не запрещено, допинга никакого нет, все проверено. И базовые комплексы, да, креатин, аминокислоты, аргинин, БЦА и препараты для связок холостатин. То есть, в принципе, больше ничего не используют. Этого, в принципе, достаточно при правильном тренировочном процессе хватает. А ты слушаешь наших ветеранов, которые говорят, допустим, про боярышник, мумиё, мёд башкирский? Ну, это не плохая история, в принципе, да. Это, в принципе, это наши БАДы, да, русские народные БАДы, вот, которые, кстати, есть какие-то даже, я слышал сейчас, ребята, он из CrossFit, мне подсказывали, что есть какие-то даже грибы, которые, в общем-то, повышают на 30% работоспособность. Ну, в общем, в принципе, есть продукты, которые реально помогают, и можно их использовать, если есть, опять же, резерв, да, любой боярышник там даже тоже, он стимулирует нервную систему. Ну, и если организму неоткуда брать эту энергию, то он просто будет истощён, и в итоге человек заболеет. Если всё нормально с питанием, достаточно аминокислот, ну, и, там, минеральных веществ хотя бы в питании, и белков, то, конечно, это, там, если это использовать не на постоянной основе, там, а перед, там, какой-то серьёзной тренировкой, то это стимулирует, да, там, как гуарана та же, да, как в спортивном питании, и даст какие-то энергию на короткое время, промежуток времени. А вообще, в принципе, вот без этих, скажем так, искусственно сконцентрированных, да, препаратов, чисто на природных можно бегать? Да, конечно, китайцы выиграли на природных, скорее всего. Знаешь, всё-таки китайская медицина, ей очень много лет, и она больше двух тысяч лет была, скажем так, за стеной Великой Китайской закрыта, что они там делали, мы не знаем до сих пор, да. Не, на самом деле, большой спорт нуждается в подпитке, то есть резервы, мы из еды столько не можем взять. Конечно, если мы занимаемся любительским спортом, и просто, там, два раза в год подбегиваем марафон, или, там, пробегаем какой-нибудь, там, старт, там, 10 километров, достаточно того, чтобы вы будете просто правильно питаться, вот. Если мы говорим о больших, там, нагрузках, да, которые чрезмерные, для того, чтобы выйти на новый уровень, особенно, там, в длинных дистанциях, то, естественно, нам нужны дополнительные резервы. Мы не можем организм насиловать, там, тренируясь три раза в день, как бы, и просто организм не справится и не сможет выдержать. Поэтому, естественно, нужно подпитку БАДами и спортивным питанием. Ну, да, если учитывать, что человек, в принципе, физиологически не расположен, стоят на двух ногах, от этого у нас и появляются всякие болезни, которых у животных нет. Да, согласен. Да. Ну, в общем, мы осуждаем допинг, но при этом это не самая большая проблема в лажероллерах. В лажероллерах вообще это не проблема. Это средняя температура по больнице. Расскажи про лажерольное движение в России. Вообще, стагнация, развитие или вообще отсутствие какого-либо движения? Ну, лажероллерное развитие есть и даже больше, скажу. Последние два года активно набирает обороты, по крайней мере, судя по привлеченным спонсорам, по количеству соревнований и регионов, которые готовы эти соревнования принимать у нас в России. Если мы только российский берем лажероллерный союз. У нас есть руководитель нашего направления, Павел Жестков, который возглавляет комитет лажероллеров в России при Федерации лыжных гонок. Он достаточно много сейчас делает для развития, пытается вывести лажероллер на какой-то более профессиональный уровень через соцсети. Соцсети в том числе и при лечении спонсоров. И вот последний, вот прям в этом году, прям сильно был заметен скачок уровня соревнований и количества участников. То есть рост есть, и это хорошо. В какой-то момент был стагнация где-то года четыре назад, ну, до Олимпийских игр, да, 14-го года, когда был бюджет Федерации на лажероллера. И мы даже были под финансированием сборов, экипировки и выездов на соревнования. Вот, сейчас немножко с этим хуже, но мы, как говорится, да, чтобы пойти наверх, надо коснуться дна, да. Вот, дно мы уже коснулись, сейчас мы выплываем, в принципе, три четверти уже наверху. Но это связано все-таки с тем, что больше интерес со стороны любителей к лажероллерам. Люди стали, ну, вот физкультурники, стали понимать, что черт, или это можно кататься. Да, у нас, мы вот клуб, который открыли достаточно недавно для любителей, да, именно лажероллерных. У нас, получается, сейчас второй сезон пошел, летний. И в первый сезон у нас, даже вот по-нашему просто, чтобы клубы судить, любителей катающихся на лажероллерах, даже в лажероллерах, вот мы сегодня там видели, да, каталось два человека, да. Своё, там, это вот было два года назад. Сейчас, если выйти в час пик, то, в принципе, можно там в одно время, там, за час встретить до 20 лажероллеристов только в лажероллериях. И это люди, которые профессионально спортом никогда не занимались. Это просто новое хобби у людей появляется. Действительно, это дает какую-то популярность и привлечение, соответственно, тех же самых спонсоров. А ты по технике видишь, что это любители? Ну, да, там есть проблемы у многих. Скажи, пожалуйста, вот ты сам бегаешь на высоком уровне, на высочайшем, можно сказать. Спасибо. Как успеваешь тренироваться и еще и тренировать? Ну, в этом плане опять, да, тут грамотно подходить из тренировочного процесса, все достаточно просто. Вот есть клиенты-любители, которые, там, если тренировать их, там, 3-4 раз в день, там, ну, 5 раз в день кого-то, это идет в копилку объемов. Вот. Естественно, сам выделяешь одну тренировку день под себя и просто делаешь специальную работу, которая тебе необходима для того, чтобы бежать наверху, на верхнем уровне. Соответственно, получается и большой объем работ на первых-вторых зонах, вот, что очень полезно для сердечной мышцы. Ну, и, соответственно, легко подводишься к любому старту. То есть объема хватает для того, чтобы бежать на высоко. Главное, вовремя отдохнуть. Ну, как говорил один мудрый человек, чем больше делаешь, тем больше успеваешь. Да, все правильно. В лыжных гонках ты бегал и длинной дистанцией, и очень неплохо. Почему переключился на спринт именно в лузероллерах? Ну, здесь специфика Москвы. То есть в свое время, когда ты профессионально занимаешься спортом, у тебя есть возможность выезжать на сборы, постоянно тренироваться два раза в день. В Москве возможности тренироваться два раза в день, работая, практически невозможно. Поэтому, ну, и там даже не... Может быть и возможно, но вопрос в том, что нет трасс специализированных с большой пересеченкой, где можно было бы к дистанционным гонкам готовиться. Очень много в Москве равнины и парков. Соответственно, между работой я могу только себе выделить время, там, два часа, например, приехать в какой-нибудь парк в Москве, где преимущество равнины и участки. Вот. Равнины и участки, соответственно, это какие-то либо мастарты, либо короткие спринты. Готовиться к мастартам длинным и спринтам можно, но бежать везде средничком. Мне это не очень устраивало, поэтому я выбрал специализацию спринт. Вот. Тем более, что, в принципе, по жизни, хоть я и бежал неплохо дистанции, я и в лыжах, как бы, в общем, лучшие результаты я показал в спринтерских спонках. Вот. Вот. Поэтому выбор пал. И силовые показатели у меня всегда были, как бы, выше, чем, там, какие-то, ну, там, не знаю, интервальные тренировки длинные, да, отрезки темповые. Вот. Поэтому, в общем-то, и гормонально мне проще переваривать спринтовскую нагрузку. Вот. Поэтому я перешел в спринт. Вот тут люди подметили, что твоя физическая форма поменяла с лыжных гонок. Больше мышц, больше массы. Это нужно именно для спринтов? Ну, здесь специфика. Человек, чем занимается, он, там, такой и становится, да. Если у меня больше взрывной работы, то, в любом случае, гормоны повышаются прилично, и, соответственно, силовой показатель растет. Вот. И хочешь, не хочешь, мышцы гипертрофируются, да, и немножко мышц становится больше. Вот. Ну, и, как бы, была изначальная история еще в первые годы, когда я только маузероллеров начинал бегать, у меня масса была достаточно маленькая для своего роста. А на роллеров скоростных это все-таки такая история. Работа в потоке. Вот. И если ты сидишь в потоке, но ты легче, как бы, основных претендентов на победу, то ты просто не сп... Тебя поток этот не держит, ты просто отваливаешься. Поэтому в свое время, для того, чтобы заниматься именно скоростными ловероллерами, я принял решение немного добавить мышечной массы. Это порядка трех килограмм. И этого хватило, в принципе, чтобы показать следующий, как бы, выйти на следующий ступень и выйти на новый уровень, как бы, в результатах. И не только, как бы, в спринтах, но и в масс-стартах, и в гонках. То есть мышечная масса в роллерах немного дает преимущество, чем когда ее нет. Если только это не гонки в город. Но у нас в России таких мало. Как ты относишься к тому, что организаторы лыжероллерных стартов заставляют спортсменов бежать на одинаковый на таре? Ведь в лыжах несколько крупных производителей, и никто не собирается ничего унифицировать. Ну, конечно, это не очень правильно, потому что начинается согнаться ее с одним и тот же инвентарь, используются одни и те же колеса. Конечно, выбора нет. Если людям дать возможность выбирать, естественно, люди выберут лучшее. И каждый будет в равных условиях, потому что он выбрал лучшее. Вот, чем, как бы, в общем-то, мне и понравились, как бы, изначально лыжероллеры, да, шансов у всех одинаковые. То есть нет такого, что не попал в маску или еще что-то. Есть колеса, которые едут на определенный асфальт, все их знают и используют. Когда выдают лыжероллеры, как сейчас было на последнем чемпионате мира, в этом году ФИС принял решение проводить гонки дистанционные на медленных роллерах и выдавать, то получается все время показатели плавающие. У кого-то подшипники чуть более раскатанные, у кого-то резина чуть жестче, чуть мягче. Кто-то там получил роллеры после женщин. Женщины, значит, раскатали подшипники первые 30 пар. А люди, которые мужики потом взяли эти первые 30 пар, естественно, преимущество после тех, которые за этой тридцаткой. То есть это, естественно, проблема, которая, в общем-то, я не знаю, зачем это делает ФИС. Привлекать лыжников, я думаю, это несерьезно, потому что лыжник приехал бы и на скоростных лыжероллеров поучаствовал и точно так же бы выиграл гонку в гору, как и на медленных. Вот. Но динамики этого меньшего. Ну, в общем, я считаю, что это не очень правильно. Поэтому лучше использовать то, что хочется. У нас же не было скоростных лыжероллеров проблем выбрать любой лыжероллер. Хочешь на медленных бежать, бежать, беги на медленных. Нет проблем. Но зато всегда есть выбор. И ты выбираешь то, что тебе нравится, к чему ты готов. А это унификация, это получается какой-то жребий. Это жребий, да, и случайности. А зачем эти случайности делать, не очень понятно. А потом, может быть, пропаганда какого-то, не знаю, конечно, спонсоров хорошо показать. Единственного спонсора. Да, но это не очень правильно, я считаю. Остальные-то там что делать. Ну и конкуренции не будет между спонсорами, между производителями. И это тоже для них не очень хорошо. Конечно. А потом лидеры могут пролететь точно так же, спортсмены с этими же роллерами и застрять где-нибудь за десятки. Скажи, а насколько поменялась твоя техника по сравнению с чисто лыжными временами? Ой, ну мы постоянно совершенствуемся, да. У меня, я в принципе свою технику корректирую, но раз в два года точно. То есть у нас все это добавляет какие-то новые движения, которые добавляют по времени, да, результаты. То есть если берем лыжероллеры, то сильно поменялось. Вот. Если брать лыжные гонки, то нет, в лыжах я достаточно как бы консервативен. Есть движения отточенные, которые, роллеры, кстати, помогают с точки зрения баланса того же, переноса центра тяжести на ногу на лыжах. В лыжах есть базовые движения, которые также максимально эффективны для отталкивания на лыжах. Для роллеров свои движения. То есть если берем лыжи, то практически не изменилось. Если лыжероллеры, то изменения круглогодичные. Участвуешь ли ты в супер-спринтах на лыжах? К сожалению, не задалось в этом году побегать. Но вот в этом сезоне планирую поучаствовать. Где они будут у нас? Ну, как минимум один у нас в России, в Казани должен точно будет Рэдбул проводить. Ну и еще несколько стартов там сейчас определяются с местами. Будем участвовать. Скажи, что тебя держит в спорте? Чего ты хочешь добиться? И как долго намерен еще бегать? Долго нам еще переживать за тебя, Дмитрий? Не знаю, амбиции не реализованы. Движут какой-то, не знаю, движок внутри. Не готов я проигрывать даже на тренировках. Поэтому есть проблемы с мозгом. И будем бегать до пенсии. Ну, как только результаты начнут падать физически, я понимаю, что это не бесконечная история физиологическая. С точки зрения, после 35-36 все равно спад начнется. А там будем смотреть, насколько быстро он пойдет. Если попробуем с помощью тренировок удержать, наверное, после 40 профессионально точно завяжу. Но сейчас у тебя задача в следующий чемпионат мира. Следующий чемпионат мира, да. Через год, который будет? Через год? Да, он раз два года, да. Да, через год. Как безопаснее проходить спуски? Тут как клиренс, да. Чем, если спуск с поворотом, то сидим максимально низко. Перед поворотом раскрываемся. И в повороте максимально низко сходимся. Как клиренс у машины. Чем ниже клиренс, тем меньше сносит. Вот. Если прямой спуск, то по настроению. Как бы не хочешь скорость сильно набирать, можно подняться в среднюю стойку лыжника. И там, если страшно, можно поставить руки на колени. Это даст более жесткую устойчивость. Вот. И проехать его комфортно. А так, естественно, чем ниже сидим, тем лучше устойчивость. Но скорость выше. Но все равно надо... Центр тяжести смещен, переднюю часть стопы. Да. Как научиться не бояться спусков на лыжероллерах? Ну, наверное, пару раз упасть. Ну, нет. Падать не надо. Хотя, в принципе, здесь, если грамотно падать, этому тоже учат. Как бы, здесь ничего страшного нет. Вот. А так, ну, естественно, принцип постепенности. Сначала спуститься до середины спуска, там, в зависимости от спуска. На ногах одеть роллеры боком и спуститься плавно. Потом начать увеличивать эту длину этого спуска. И в конечном итоге это произойдет легко психологически. Я думаю, через, там, очень тяжелый спуск, я думаю, можно за две недели освоить и потом без страха на нем кататься. Очень тяжелый, это крутой или длинный? Очень крутой. Как бы, длинный, как бы, это не страшно. Если скорость небольшая, в принципе, страха нет. Люди с поворотом боятся спусков. Ну, и крутых. Поэтому тут, если проблем с техникой нет, то вообще этих проблем не возникает. Если проблемы с техникой есть, нам сначала технику немножко отточить, а потом уже на спуске переходить. Чтобы комфортно стоять на этих лыжероверах. Как лучше стартовать на соревнованиях на лыжеролерах? Быстро. Максимально. Ну, кстати, я посмотрел технику твоего старта, но я больше ни у кого такой не видел. Ну, вот из тех, кто сейчас на ЧП «Миры» выступал. Ну, я говорю, я хотел ее запатентовать, эту технику. Ну, в принципе, народ, наверное, уже и так запомнит. Нет. Ну, тут все просто, как бы, тут специфика, опять же, каждого человека. У кого сильные ноги, у кого сильные руки, у кого верхний плечевой сильнее. Вот, поэтому каждый по-своему стартует. У кого-то мышечной массы недостаточно, он не может себя с места резко сдернуть. Поэтому начинают там бежать либо подъемным, либо под каждый шаг с места. Вот. Мне подходит такой разгон. Он более эффективный для меня. Не факт, что он подходит кому-то еще. Но есть ребята, которые, в общем-то, тренируются у меня. И, соответственно, попробовав именно мою методику тренировок, переходя на этот старт, улучшали показатели свои. Вот. Поэтому все зависит от тренировочного процесса. Если что-то тренировать, тренируешь силы, будет сила. Тренируешь старт такой, будет эффективнее такой старт. Тренируешь под каждый шаг. На соревнованиях лучше не экспериментировать. На тренировке попробуйте. Как лучше вырабатывать выносливость, чтобы легче проходить длинные дистанции? Как вырабатывать выносливость? Увеличивать МПК и количество митохондрии в мышцах. Больше ничего не придумано. Если сердечная мышца хорошо развита, эластичная, походами в детстве были загружены, базовую вкладку прошли, то выносливость – это прежде всего количество митохондрии в мышцах и количество объема легких. Если все это в комплексе работает хорошо, то выносливость на всю катушку может бежать хоть сто километров без перерыва. Сколько лучше лыжероллеров давать детям 10-12 лет, которые уже занимаются 2 года лыжами? Сколько чего? Лучше давать детям 10-12 лет лыжероллеров, которые уже занимаются 2 года лыжами. В смысле тренировок на лыжероллере? Ну, наверное. Ну, в зависимости от того, какой цикл. Я сторонник того, что детство и координация тренируются лучше, поэтому 70% тренировочного процесса должно проходить на лыжероллере. Это и детям будет заходить хорошо, а остальное – развитие в качестве физическом. Походы, функциональные тренировки, легкие, силовые для детей, связки укрепляющие. Сколько часов в неделю тренируешься? Ух ты! Я даже уже перестал считать, потому что, в принципе, у меня своих тренировок как минимум 6 недель, это по полтора часа, и тренировок с клиентами по 3 часа в день минимум. То есть, соответственно, в общей сложности по 4 часа в день, посчитайте, 7 дней в неделю. Есть ли смысл новичкам начинать сразу на карбоновых? Не имеет значения. Палки или лыжероллеры? Ну, видимо, лыжероллеры. Новичкам хорошо. Карбон гасит вибрации на неровном асфальте. Хуже. Нет никаких противопоказаний. Как попасть в команду Воронин Тим? Выиграете этап Кубка Мира, и вы с нами. Этап Кубка Мира на лыжероллеры? Хотя бы. Нет, ну, там, да, как у нас, в принципе, команду изначально, когда мы ее только собирали, это были ребята, которые тренируются у меня. Далее мы стали людей брать в команду, и они с нами начали тренироваться. Те, которые входят в состав сборной команды и хоть раз попадали на подиум международных соревнований. То есть, по большому счету, вот вы сейчас едете в Ханты, призеры этого этапа Кубка Мира, в принципе, могут подавать заявку тебе в команду. Теоретически, да, будем рассматривать. Ну, понятно, надо еще, чтобы ты жил, как минимум, в Москве. Важно бюджет. Нет, это не обязательные условия. Тут вопрос бюджета команды. То есть, насколько мы готовы будем рассмотреть варианты. Нам придется что-то урезать. Как готовите роллеры? Смотря к чему. То есть, если это дождь, то чистить, это моя, да, как бы история, чистить ВД-шкой, промывать керосином. И если дождь, опять же, добавлять немного ВД-шки для смазки, чтобы он эту воду выталкивал. Если дождя нет, длинные дистанции, значит, легкую смазку подшипников перед соревнованиями. Если это спринт, то на сухую. ВД-шки промыли, керосином подсушили, собрали, бежим максимально быстро. Как лучше тренироваться на равнине? Как? Усердно? На равнине? Равнина классная история. Потому что нету спусков и приходится постоянно толкаться. Для любителей вообще класс. Для профессионалов, для отработки людей, которые готовятся к марафонам, идеальные условия. То есть, ты просто едешь без перерыва, качаешь сердечные мышцы и делаешь вставки. Либо силовые, либо скоростные отрезки. Все. Дальше специфика. Если хочется потянуть под каждый шаг, например, одновременно, одношарный, значит, под каждый шаг больше акцент. Если силовой акцент отталкивает, значит, больше равнинный шаг. Если на роллерах рассматриваем, то, естественно, 90% времени на равнине равнинный шаг. Напомню, что мы разговаривали с Дмитрием Ворониным, четырехкратным чемпионом России, многократным призером этапов Лука Мира и чемпионатов мира. Который продолжает карьеру до следующего чемпионата мира и который помогал нашей Марии встать на лыжероллеры и поможет в дальнейшем встать на лыжи. Да. Все. Если будут вопросы, пишите в личку. Ответьте. Все контакты Дмитрия вы можете найти у нас в наших аккаунтах. Мы обязательно выложим его контакты, когда обновим это интервью. Всем спасибо. Все. Всем спасибо. Пока. Спасибо.